Здравствуйте, с вами снова Александр И сегодня я хочу продолжить рассказ о таком бренде как Rant Сегодня я хочу вам рассказать о их достаточно интересном кресле категории 0.1 Это кресло реально интересное По своим характеристикам оно реально практически как топовые другие бренды Но стоит ощутимо дешевле, поэтому оно и интересно Сегодня я вам расскажу, покажу как его крепить, как им вообще пользоваться Называется это модель First Class от компании Rant Сейчас это кресло повернуто к вам лицом Потому что я хочу показать вам как устроено внутреннее кресло Потому что когда я буду показывать как здесь водить младенца, этого видно вам не будет Здесь для маленького ребеночка, для младенца есть интересный анатомический вкладыш Который не просто мягкие подушечки, еще что-то А он, вот вы видите, здесь с высокой подушечкой, которая выравнивает спинку ребенка И ему при этом, соответственно, комфортнее лежать И это правильное положение для ребенка Соответственно, новорожденного мы возим с этим вкладышем Когда ребенок уже подрастет и мы кресло развернем вперед В принципе, можно даже не разворачивая, и ребенок подрастет, вытащить этот вкладыш, если уже будет тесно Я его сейчас уберу в сторонку, чтобы он уже не мешал нам обозревать с вами кресло Соответственно, вот так у нас уже будет выглядеть сидение для подросшего ребенка Новорожденного мы возим против хода, не забываем, до 9 месяцев минимум обязательно Потом можем, по идее, развернуться и ехать по ходу движения Но, опять же, повторюсь, не обязательно Можете еще дальше ездить против хода, пока ребенок помещается, если он сам этого захочет Вот, соответственно, если вы уже пересели вперед, мы едем вот так Ребенок здесь пятиточечными ремнями крепится Что мне нравится в этой компании, они, как и в топовых немецких брендах, используют на накладках на ремень Парарезиненную поверхность, которая тормозит ребенка, удерживает лучше при ДТП Это классно Ну, естественно, мягкие накладки везде есть Подголовник тоже есть возможность регулировки, присутствует Делается это физически, мы сами просто толкаем и регулируем И высота подголовника регулируется сразу с высотой ремней Это классно, ничего разбирать не надо Сразу скажу про ткани Ткани здесь, в принципе, абсолютно нормальные Тактильно приятные Что мне важно, как и всем родителям Подголовник, вся вот эта боковая часть, она достаточно мягкая В дальней дороге мягко, комфортно, хорошо ребенку Что еще родителю надо? Что касается комфорта ребенка Вот с этого ракурса, посмотрите Здесь есть возможность наклона Вот смотрите, я сейчас приложу руку Вот такой наклон Это более чем достаточный наклон Чтобы ребенок хорошо себе спал Голова вперед не падает Все здорово, расслабленное состояние Можно даже далеко ехать и ребенку будет отлично Так, это что касается перевозки ребенка по ходу движения Теперь давайте посмотрим, как им пользоваться для ребенка маленького, новорожденного На базе отодвигаем рычажок Кресло высвобождается Вот как это выглядит сама платформа Ее нужно перевернуть И установить на базу Здесь снизу вы видите трубки А на базе, на самой Вот такие вот крючки За которые, соответственно, и происходит все крепление Просовываем туда трубку Так, все Все, до щелчка Вот с этой стороны будет зеленый индикатор Показывающий, что кресло встало хорошо Соответственно, вот так ребенок едет против хода движения При том, что даже при движении против хода движения У него есть возможность регулировки наклона Это здорово И с вкладышем Если я сейчас вот вкладываю сюда вкладыш Сейчас я вам покажу, какой здесь приблизительно угол Здесь уже вот, получается Ребенок под таким углом лежит И это вообще отлично Нельзя полностью горизонтально лежать Если едешь в автокресле, это очень опасно Поэтому вот такой наклон есть Все супер здорово Так, теперь давайте я вам покажу, как это кресло крепить в автомобиле Здесь что удобно, лично мое мнение Вот это кресло можно снять с базы И убрать в сторонку И спокойно, спокойно без кресла установить саму базу в автомобиль Вот как выглядит эта платформа Не забываем про упор в пол Обязательно вот он регулируется по длине Здесь вот красные кнопочки Когда вы упрете в пол Отображаться будет зеленый индикатор Что вы сделали все правильно Соответственно, уперли, все отлично Дальше нам нужно установить на изофикс Изофикс это вот такие металлические салазки Которые крепятся вот к таким скобкам в машине Чтобы установить, нам нужно этот изофикс Изначально бывает задвинут в кресло Ой, в базу Нам нужно выдвинуть Делается это с помощью вот этой вот крутилочки Защелкиваем И после чего просто берем и пододвигаем к креслу Саму платформу В принципе, вообще ничего сложного После чего уже просто не напрягаясь Ставим Так, чуть-чуть большину Сейчас Не помещается Так, отлично Крепим кресло На платформу И, соответственно, все Больше ничего делать не надо На мой взгляд, в плане крепления Вот такой вариант Он самый продуманный Когда кресло не отстегивается Вам придется это все вместе с креслом как-то целиться Там еще что-то Не так сильно удобно Как вот с таким вариантом Так, что касается безопасности Это кресло Прошло обязательные краш-тесты Соответствует всем требованиям безопасности Имеет европейский сертификат, естественно Поэтому уровень безопасности здесь достаточный И ребенка можно смело доверять такому креслу В принципе По технической части я вам все рассказал В принципе о самом кресле тоже Добавить мне особо больше о самом кресле нечего В двух словах Мое мнение вам скажу Мне лично кресло От компании RAND нравится Тем, что они качественные И недорогие 0.1 категория Она вообще в целом Практически самая дорогая Среди автокресел для детей И предложение вот с такими же возможностями От немцев будет Ну стоит ну три таких кресла практически Ну два минимума получается почти Поэтому если хотите купить Навороченное достаточно кресло За абсолютно адекватные деньги Реально очень рекомендую на него обратить внимание Кресло реально хорошее Удобное, комфортное Вот Конечно же за эти деньги Компании не проводят особо Дополнительных краш-тестов на ADAC Это стоит других денег Естественно И если его провести Кресло уже будет стоить на 10 тысяч дороже Вот И не факт, что если провести краш-тест На ADAC Оно будет хуже Чем другие Ну мое мнение Просто вам сейчас говорю Вот Мне кресло нравится Достаточно качественное Интересное Поэтому смело вам рекомендую его Как минимум рассмотреть при покупке С ребенком Если есть возможность мерить Вообще супер Поэтому это все И если это видео вам было полезно Интересно Ставьте пожалуйста лайки Подписывайтесь на канал А вам хочу пожелать Хорошего, грамотного выбора Автокресла для вашего ребенка И всего доброго До свидания Продолжение следует... Спасибо Продолжение следует...